Всем привет! С вами Russian with Dasha. Меня зовут Даша. И сегодня, как вы видите, мы с вами будем готовить. И готовить мы будем салат оливье. Но не простой салат оливье не по стандартному рецепту, а по рецепту, который очень сильно нравится мне. И самое главное отличие этого салата — он будет с красной рыбой. В моём детстве мама или бабушка всегда делали салат оливье с варёной колбасой. Она ещё называется докторская колбаса. Но мне всегда казалось, что у этой колбасы мало вкуса. И когда я впервые попробовала салат оливье с красной рыбой, я поняла, что вот он, идеальный вкус. И его готовить очень просто, поэтому сегодня, пока я буду готовить, я буду отвечать на некоторые ваши вопросы, которые вы задали мне в Instagram, и также что-нибудь рассказывать. Надеюсь, что вам будет интересно. Во-первых, хочу сразу сообщить, что одного ингредиента всё-таки не хватает. И я это поняла только когда уже села за стол. Я поняла, что у меня дома нет солёных огурцов. Поэтому если вы любите солёные огурцы, вы можете их также добавить в этот салат. Их нужно будет также мелко нарезать маленьким кубиком. Но без солёных огурцов, в принципе, салат тоже получится очень вкусным. Поэтому мы ничего не теряем здесь. Во-первых, что нам нужно для приготовления? Конечно же ёлочка для праздничного настроения и доска, на которой мы будем с вами всё резать. Хороший нож. Лук. Это репчатый лук. Можно одну луковицу, можно две. Я не очень сильно люблю лук. Посмотрю по объёму сколько получится. Может быть, оставлю только одну луковицу. Также четыре варёных яйца. Я их уже сварила. Они сварены вкрутую. То есть вода закипела. Прошло примерно пять минут, и я вытащила яйца и остудила под холодной водой. Также у меня есть варёный картофель три штуки. Тоже сварила заранее. Варёная морковь. Я её уже почистила, то есть на ней уже нет шкурки. Майонез. Конечно же, это главная заправка всех русских салатов. Майонез. Зелёный горошек в банке. И, конечно же, кусочек слабосолёной красной рыбы. У меня это форель. Можно ещё также использовать сёмгу. Мы всегда делаем слабосолёную форель самостоятельно. Сделать это очень просто. Вам нужно купить свежую рыбу, разделать её, разрезать на две половинки, удалить все кости. И потом кусочек рыбы засыпать крупной морской солью. Это обязательно. Вам нужно найти в магазине крупную морскую соль, положить кусочек рыбы в какую-нибудь ёмкость. Мы используем стеклянную ёмкость. Хорошо засыпать кусочек солью, чтобы по всей поверхности была соль. И залить одной рюмкой алкоголя. В этот раз мы использовали бренди. Иногда мы также используем водку или коньяк. Бренди очень хорошо подходят. Закрываем плёнкой и убираем в холодильник на одну ночь. То есть примерно на семь-десять часов. На следующий день нам нужно достать эту рыбу, полностью очистить её от соли и нарезать на желаемые кусочки. Если вы не знаете, как самостоятельно почистить рыбу или не хотите её солить сами, вы можете, первое, купить уже готовую слабосоленую форель или слабосоленую сёмгу. Либо также попросить в магазине, чтобы вам её почистили, а засолить её вы можете самостоятельно дома. Нам это очень нравится, когда мы солим рыбу сами. Потом на следующий день мы делаем разные бутерброды. В этом кусочке примерно 150 граммов. Давайте начнём с чего мы начнём? Обычно я начинаю с лука. Хотя нет, наверное, я его оставлю напоследок, потому что я, скорее всего, буду плакать. Я всегда плачу. Так, давайте для начала я почищу картофель. Для того, чтобы почистить картофель, я взяла маленький нож. Первый вопрос, который вы мне задали, это то, как русские празднуют Рождество. Во-первых, Рождество в России празднуют седьмого января, то есть после Нового года. И это праздник православных христиан, Рождество. Обычно люди, верующие люди идут в церковь и слушают молитвы, а вечером перед Рождеством. Семья обычно собирается за столом, все общаются, желают друг другу всего хорошего, и также едят что-нибудь вкусное. Но так как я выросла не в религиозной семье, то есть да, мы все крещённые, у нас есть крестики, но у нас не было такого обычая ходить в церковь каждое Рождество, поэтому я, наверное, мало что могу тут рассказать. Но мы обязательно всегда празднуем Новый год. 25 декабря мы обычно ничего не празднуем, потому что это католическое Рождество. Первый праздник, который мы отмечаем, это как раз Новый год. В ночь с 31 декабря на 1 января. Как обычно проходит этот день. Подробно я уже рассказала в нашем с Томом подкасте, который называется The Russian Twist Podcast, вы можете его послушать на любой платформе, то есть просто нужно ввести в поиске The Russian Twist Podcast, ссылку я оставлю в описании. Мы вместе с англичанином по имени Том обсуждали разные традиции в России и в Великобритании, как русские, как англичане празднуют Рождество и Новый год. И я уже Тому рассказывала то, что обычно мы наряжаем заранее ёлку, и 31 декабря с самого утра встаём и начинаем готовить еду. Обычно мы готовим несколько видов салатов, делаем разные закуски. Например, закуски вот с красной рыбой или бутерброды с маслом и красной икрой. Наверное, вы все уже знаете об этом, то что это такое самое главное, можно сказать, блюдо на праздничном столе. Это оливье и бутерброды с красной икрой. Также обязательные атрибуты Нового года — это, конечно же, шампанское и мандарины. Но вот сегодня у меня на столе мандаринов нет, они лежат вот там, поэтому вы их не видите. Что ещё мы готовим? Моя мама обычно запекает какое-нибудь мясо в духовке. Я предпочитаю на Новый год готовить рыбу. 31 декабря, получается, мы начинаем готовить. Если ёлка не была наряжена, мы её наряжаем, достаём все игрушки, украшаем дом. Обычно в нашей семье это как раз было так всегда. 31 декабря мы покупали ёлку и наряжали её быстро-быстро. Пока я наряжаю ёлку обычно, я всегда смотрю какие-нибудь новогодние фильмы. Например, советские комедии. У нас всегда 31 декабря показывают разные советские комедии. Я думаю, вы уже о некоторых из них слышали. Это Иван Васильевич меняет профессию, Ирония судьбы или с лёгким паром. Что ещё? Иногда показывают служебный роман или кавказская пленница. Это добрые советские комедии, которые приятно и интересно смотреть даже в сотый раз. Я сейчас нарезаю. Получается мелким кубиком. Просто режу яйцо. Я никогда не заморачиваюсь по поводу одинаковости кусочков. То есть иногда у меня бывают кусочки более вытянутые, иногда более квадратные. Так, сейчас. Ещё был вопрос, когда детям дарят подарки. В детских садах и школах числа, наверное, 20 декабря устраивают новогоднюю ёлку. То есть это праздник для детей, когда они надевают разные костюмы. В моём детстве это были костюмы, например, белочек, зайчиков. То есть это уменьшительная ласкательная форма слова «белка» и «заяц». Девочки были снежинками и разными... ну разными животными в основном. Сейчас дети предпочитают надевать костюмы разных супергероев и популярных героев фильмов. То есть почти как на Хэллоуин. И на новогодней ёлке устраивают разные конкурсы. Дети поют песни, читают стихи, танцуют. Приходит Дед Мороз со Снегурочкой. Они дарят детям подарки, поздравляют с Новым Годом. Все вместе поют песни, водят хороводы вокруг ёлки. Это такой, получается, весёлый детский праздник. А 31 декабря некоторые родители также переодеваются в Снегурочку и Деда Мороза. Или просто папа или дедушка переодеваются в Деда Мороза. Выходят из квартиры, переодеваются, заходят и дарят подарки, поздравляют с Новым Годом. Дети обычно также поют какие-нибудь песни или рассказывают стихи, чтобы порадовать Деда Мороза. То есть у нас не так, как, например, в Великобритании Санта не приходит ночью. У нас просто Дед Мороз сразу же приходит вечером и поздравляет детей с Новым Годом. Если Дед Мороз не приходит, то родители просто кладут подарки под ёлку, и дети, например, в полночь, когда наступает Новый Год, могут их открыть или открывают уже после того, как проснутся 1 января. То есть это всё зависит больше от семьи, смотря какие традиции в семье. Также вы задавали вопрос по поводу стоимости продуктов и одежды. Интересный вопрос, конечно. Сколько стоят продукты и одежда перед Новым Годом? Есть ли какие-то скидки или наоборот повышение цен? Я заметила, что очень часто в крупных моллах проходят разные акции. То есть можно купить подарки и вещи со скидками. Например, в супермаркетах наоборот. Алкоголь, например, к Новому Году дорожает. Особенно шампанское или какой-то крепкий алкоголь. Поэтому, конечно, если вы отмечаете Новый Год в России, то сходите в магазин заранее, купите такие продукты, которые не портятся заранее. И алкоголь тоже. Чтобы потом, во-первых, не стоять в больших очередях. Во-вторых, чтобы всё-таки сэкономить. Вы также задали вопрос по поводу самого необычного Нового Года, который я встречала. Самый необычный Новый Год, но, наверное, у меня их было всё-таки два. Итак, в 2012 году я жила в городе Чангмай в Таиланде. У меня тогда было не очень хорошее настроение, потому что я как раз осенью рассталась со своим парнем. Я очень грустила из-за этого и думала, как же мне отметить Новый Год так, чтобы мне было весело. Я решила просто спонтанно поехать из города Чангмай в деревушку под названием Пай. Она находилась в горах. Я просто не бронируя ничего вообще. Я почему-то была уверена, что я точно с лёгкостью найду жильё, потому что мои друзья говорили, что в деревне Пай очень много хостелов, очень много отелей, и я без труда найду себе жильё. Поэтому я 30-го числа, 30-го декабря, приехала в Пай и поняла, что тайцы, оказывается, тоже едут в Пай на Новый Год. Видимо, это было очень популярное место, и улицы были просто забиты людьми, было очень много людей. И, конечно же, все отели и все хостелы уже были забронированы. Я смотрела на разных сайтах и поняла, что места вообще нигде нет свободного. Я не знала, что мне делать, потому что возвращаться я не хотела. Случайно я встретила семью, семью тайцев. Это были папа, мама и трое детей. Никто из них, кроме папы, не говорил по-английски. И они мне сказали, давай мы тебе поможем найти что-нибудь. Они ходили вместе со мной, но когда мы поняли, что всё вообще забронировано, они мне предложили просто переночевать у них. Они снимали небольшие домики на одной базе отдыха и предложили мне просто взять матрас и просто постелить его на полу в их маленьком домике. Конечно, мне было неудобно, но я согласилась, я переночевала с ними. И они мне также предложили на следующий день утром поехать на какое-то озеро большое, я уже не помню название. Но они мне сказали, что они поедут очень рано утром, до рассвета, потому что над этим озером поднимается очень красивый туман, и они хотят встретить рассвет высоко в горах, чтобы посмотреть, как туманная дымка поднимается над озером. У меня никаких планов не было, поэтому, конечно же, я согласилась. И мы все вместе утром встали рано и поехали на это озеро. Было очень классно, мне очень понравилось. 31 декабря я нашла одну кровать в хостеле, поселилась там, и уже познакомилась с разными иностранцами и иностранками, и мы с ними все вместе провели очень сумасшедшую ночь. Мы много гуляли по городу, много пили, конечно же, танцевали, веселились, было очень весело, очень здорово. И на следующее утро мы были все с небольшим похмельем, и просто лежали, загорали возле бассейна, купались. Очень сложно передать словами, но это было необычно, потому что я впервые в жизни встречала Новый год в компании незнакомых людей, и это было просто офигенно. Потому что мне кажется, когда ты много планируешь, много думаешь о том, как все будет, иногда можно испытать чувство разочарования. А когда ты ничего не планируешь, и все проходит спонтанно, все проходит даже круче, чем ты мог ожидать. И ещё один Новый год, который был тоже очень необычный, я встретила в горах на Дамбае. Это Северный Кавказ. Мы встретили Новый год на высоте 2600 метров над уровнем моря. Я приехала с подругами покататься на лыжах и встретить Новый год. И вечером 31 декабря мы все поехали на Дамбай, то есть это курорт, горнолыжный курорт. И мы примерно в 11 вечера поднялись на подъёмниках на высоту 2600 метров. Там веселились с друзьями, общались. Было, конечно, холодно, но у нас были также согревающие напитки. И в 12 часов, то есть в полночь, там, где находятся отели внизу под нами, оттуда запустили салют. И это было просто невероятно, когда мы стояли на высоте 2600 метров и смотрели на салют, который под нами. Было такое ощущение, что мы стоим на Олимпе и просто наблюдаем за тем, как люди празднуют Новый год. Так, у меня осталось рыба. Вот он, такой кусочек красивый. Я его сейчас порежу. Да, потом, конечно, ещё будет лук. Ну вот так я режу рыбу, то есть на такие слайсы. Я, наверное, использую английское слово. Такие более-менее плоские кусочки. И потом буду также нарезать на кубики. Что мы обычно дарим на Новый год? По-разному, конечно. Детям всегда дарят конфеты и какие-нибудь игрушки или что-то развивающее, например, книги или какие-нибудь конструкторы. У меня есть подруга, её зовут Катя. Мы с Катей родились в один месяц. Я родилась 3 мая, она родилась 19 мая. И наши мамы с самого нашего детства дружили. И Катина мама каждый Новый год собирала для нас по пакету разных сладостей и конфет. И это было очень здорово. Каждый раз она дарила и Кате, и мне по пакету конфет. Там были разные киндер-сюрпризы, которые считались дефицитными в 90-е годы. У нас ни сникерсов, ни марсов не было никогда. И получить какой-то сникерс или киндер-сюрприз было огромной радостью. И забавно то, что Кате и мне уже по 30 лет, но я переехала в Санкт-Петербург, а Катина мама продолжает собирать ей такие пакеты с конфетами, чему я, конечно, очень завидую, потому что это просто приятно. Такое чувство, что ты всё ещё ребёнок, которому дарят большой мешок конфет. Я обычно родственникам и друзьям дарю что-то, например, из парфюмерии или косметики, или какую-нибудь одежду. Можно сделать что-то своими руками. Один раз, когда... Ну, я тогда не работала, у меня денег было мало, это был 2016 год, по-моему, новый 2016 год, я просто купила много кружек в Икеа и расписала их акриловыми красками. И моим родственникам и друзьям они очень сильно понравились. Так, вот я добавила рыбу, теперь я высыпаю горошек, просто зелёный горошек без добавления сахара. Высыпаем полностью всю банку. И теперь остаётся самое последнее — это нарезать лук и добавить майонез. Сейчас я уберу со стола, чтобы ничего не было лишнего, и вернусь к вам. Я всегда плачу, поэтому надеюсь, что вы меня простите за мои слёзы и моё красное лицо. Ой, у меня прям приподнятое настроение. Я наконец-то, наконец-то чувствую приближение Нового года. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие блюда вы готовите на Рождество и Новый год. И ещё мне также интересно, какие подарки вы любите получать. В этом году я решила для своих патронов устроить небольшой праздник — это адвент-календарь. То есть я каждый день публикую с 1 декабря по 31 декабря. О, да, глаза уже покраснели. Я публикую на Патреоне разные прикольные, весёлые и интересные посты. Например, караоке или какие-то стихотворения, или «Вечера на хуторе блестиканьки» — это отрывок из повести Гоголя. Вы всё ещё можете присоединиться и получите доступ ко всем материалам на Патреоне. Также на Патреоне я выкладываю транскрипции подкастов и транскрипции видео. Вот. А сейчас я думаю, что под свои слёзы я расскажу о своих планах на следующий год. Во-первых, я преподаю онлайн. У меня сейчас примерно 18 уроков в неделю. Возможно, я буду брать меньше учеников, потому что всё-таки делать контент, записывать видео в таком режиме очень сложно. Я хочу делать два подкаста Russian with Dasha в месяц и два видео в месяц. Но иногда, я думаю, будет выходить только один подкаст, потому что всё-таки это занимает много времени. И также каждую неделю мы с Томом записываем подкаст Russian Twist. В следующем году, во-первых, мы переезжаем в новую квартиру. Мы продаём эту квартиру... Жесть! Мы продаём эту квартиру и переезжаем в новую квартиру, но там сначала нужно сделать ремонт. Там вообще ещё ничего нет, ни стен, ни обоев, ничего. Надо сначала всё построить. И я думаю, что к весне только мы переедем, поэтому я вам обязательно потом покажу свою новую квартиру. И я также надеюсь, что всё-таки коронавирус даст нам путешествовать. Даже если коронавирус мы не победим, надеюсь, что всё-таки у людей будет... Да, будет очень интересно смотреть это видео. Я надеюсь, что всё-таки у людей будет сильный иммунитет, и мы сможем путешествовать, вернуться к нашему привычному образу жизни. Вот. Такой получился набор овощей и рыбы. Там внизу у нас яйца, картофель, морковь, рыба, горошек и зелёный лук. Как я уже сказала, если вы любите солёные огурцы, можно тоже нарезать и добавить. И сейчас я этот салат посолю. Но так как рыба у нас солёная и огурцы, если вы будете добавлять, они тоже солёные, лучше посолить буквально совсем чуть-чуть. Вот такую щепотку, может быть, две щепотки и всё. Если кто-то не любит сильно солёное, то лучше не досаливать. Всегда можно досолить. Это намного лучше, чем пересолить, и салат будет невкусный. И вот такой у меня майонез. Совершенно обычный. Называется майонез провансаль классический. Та-дам! Последний штрих. Добавляем майонез. Я предпочитаю добавлять меньше. Вообще, я думаю, для иностранца звучит немного дико салат с овощами, майонезом и красной рыбой. Но поверьте мне, это реально очень вкусно. Потому что рыба является таким секретным ингредиентом, который просто объединяет вкус овощей и придаёт салату такую изюминку. В переносном, конечно, смысле этого слова. Так, мне кажется, я немного переборщила всё-таки с майонезом, поэтому сначала лучше добавляйте меньше, но в целом выглядит очень хорошо и очень вкусно пахнет. Это оливье. Кусочки рыбы получились чуть крупнее, но главное, чтобы было вкусно. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы слушали меня, за то, что вы смотрели меня. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, сколько вы уже со мной, как давно вы посмотрели моё первое видео. Мне будет приятно. Я думаю, что, скорее всего, мы с вами увидимся только в следующем году. Но вы можете подписаться на мой инстаграм, где я, возможно, 31 декабря проведу прямой эфир. Покажу вам процесс приготовления еды и вообще, как мы готовимся к Новому году. И я хочу вам пожелать отметить с любимыми людьми. И даже если вы будете отмечать одни, самое главное, чтобы вы понимали, что всё хорошее, что может случиться с нами, немного зависит от удачи и очень сильно зависит от нас. Поэтому, если вы хотите, чтобы с вами случились хорошие вещи, верьте в них и идите в этом направлении. То есть делайте всё, чтобы следующий год был намного лучше, чем 2020. Всех с наступающим! Я вас всех очень люблю! Спасибо и приятного аппетита! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok